А потом эти ребята, у которых одна рука перекладывает... Бордюр? Покетболс они перекладывают с одного кармана в другой. Карманом бильярды это называется. Да-да-да. Одной рукой мы деньги, значит, вот так вот виртуально крутим, но на то, что надо стране, нам не хватает. Чего вы хотите? Как это было в Японии? Я же с нее вернулся недавно. Да. Вернулся. Отлично. Послевоенное поколение, разгромленную Японию, Японию, которая была оккупирована. Япония после удара двух атомных бомб, после того, как сожгли зажигалками американцы Токио, после того, как была разгромлена земельная аристократия, аристократия вообще. После вот всего этого подняло удивительно быстро. Уже в 60-е годы Япония стояла высоко. Низкое потребление, жесткое, очень жесткое. Дисциплина элиты, накопление, много работай, много сберегай. Понимание того, что Япония работает на себя. На себя. Они на международные рынки, отвлеченные принципы, законы либерального общества и прочую чепуху. Японию всерьез возродили. Новые корпорации, даже не имея базы до военных гигантов, которые были, как мы помним, распущены. Или не помним, оккупационными властями вот всех этих дзайбацу. Тем не менее, имели менеджмент, который умел. Голодная была страна, но она пахала. И что очень важно, ее начальство пахало вместе с ней. И во главе ее. Знаменитые принципы пожизненной занятости. Знаменитые принципы коллективной ответственности. Вот взаимной вежливости начальства и населения. А который нам пока что еще не грезится. В этом плане я уж не говорю о том, что японцы не убирали капитал из страны. Японцы не воровали деньги, тем более чиновникам, для того, чтобы заховать их где-нибудь. Они даже мафию свою и то поставили под контроль. А общество и руководство-то уметь надо. Но так получилось, что Япония, отработавшая собственный процессор, собственную финансово-расчетную систему, собственную банковскую, страховую, какую угодно систему, Япония, которая была достаточно жестко включена в мировую экспортную систему в качестве экспортера, которая накапливала все то, что можно продать, и скирдовала полученные за это деньги, которая покупала в основном то, что ей было необходимо. Как Коба Истилу, моего папы, в начале 60-х купила лицензию на непрерывную разливку стали. И развело ее до небыслимых сторон. Очень раздражало Соединенные Штаты, которые были патроном Японии, куратором Японии. Но помните вот эти все дикие крики на выходе японских автомобилей на американский рынок машин, которые, в частности, глава корпорации Крайслер, бывший крупный топ-менеджер Форда, Лия Кокко, выпускал. Война! Война Японии против Америки! Мы победили Японию, а они завоевали нас! Говорил Яков, всерьез, полагая, что да, идет сегодня оккупация японской экономической элитой американских авуаров. И они нашли способ с этим справиться. Протекционизм. Да даже нет! Куда веселее это было. Дело в том, что Соединенные Штаты действительно хорошо владеют, что называется, всемирным движением денег по планете. И тут ведь очень важно вовремя реализовать экономический бум, раскрутить земельно-строительный и фондовый оттаж. И это поднимает экономику и дает благо населению. А потом надо этот бум оседлать и выкачать все, что там есть. К вопросу о том строительном буме, который поднимается в Подмосковье, когда совершенно бессмысленно, без малейшего стратегического осознания того, зачем и как это надо, застраивается новая Москва. Но нет у нас стратегем. Там вся стратегема была в том, что правительственные структуры уйдут в новую Москву, и под это пойдет много денег, и все раскрутится. А ситуация не пошла. Консервативный, ну, не патриотичный, Дума и все остальные органы. Не хотят они из центра Москвы выезжать. Поэтому мотор отсутствует. Корпус автомобиля есть, а мотора нет, а он не движется так. То есть начинаются какие-то девелоперские проекты, строительные, а тут замораживается спрос. И чего? Огромные деньги заморожены. То есть можно, конечно, понять, что да, вырубаешь лес, продаешь деньги. Высыпаешь отходы, потом гадишь, воруешь деньги на рекультивации отходов. Ну, получаешь деньги. Великолепный результат. Причем все это вот такая усеченная комета. Вместо того, что мы же единственная столица мира из крупных городов, у которой нет единой стратегии развития агломерации всей городской. У Большого Нью-Йорка есть, у Большого Лондона Парижа есть, а у Москвы нет. Ну, зачем нам это? Мы возьмем сектор, вырежем по большому уму, прям таким политическим решением в стиле кометы. Вуали хвост наш, теперь Москва. Знаете, золотая рыбка такая плавает по аквариуму, и такая тушка овальная, а к ней привязан хвостик. Ну, мы видели карту, да. Ну, хвостик можно отрезать, можно не отрезать. А зачем? Рыбки от этого... Да пусть будет. Он этой рыбки нашей до фонаря. Это было самое глупое решение, и некрасивое, неэстетичное, которое можно было только придумать на самом деле. Тем более, что туда же пошли московские правила. То есть, то, чего им хорошего обещали, там не получилось. Но зато больницы сократили со страшной силой, потому что в Москве же это все рубится под ноль. Большой привет товарищу Печатникову. Про школу я даже не говорю. Это большой привет товарищу Калини. Есть кто полагает, что есть жид-масонский заговор, оба поименованных человеком вполне сие евреи. Отходят, да, под эту теорию? Вот чего я бы с ними сделал, показывает, что заговора нет. Вот, вернувшись в Японию, мы видим 1982 год. Премьером становится Ясухиро Накасоне. И он смотрит, как оживить экономику. Потому что с 1972 по 1982 год она находилась в состоянии стагнации. Шли послевоенные циклы благоприятной конъюнктуры и конъюнктуры вялой. Ну, чего надо, чтобы оживить экономику? Простейший механизм. Деньги и землю. Накасоне использует два плана. Первый подготовила общественная организация JAPIC, представлявшая строителей и металлургов. Назывался о подготовке общественного капитала. Второй документ подготовил исследовательский институт группы NAMURA. Назывался он развитие городских территорий. Девелопент. Строители и металлурги надеялись, что финансирование развития городских территорий будет осуществляться по линии работы общественного назначения за госсчет. Ну, на что же надеяться? Надежды юношей питают. Накасоне при этом решил привлечь деньги с финансовых рынков. Он привлек деньги частного сектора. И октябрь 1982 года – это начало подъема японского фондового рынка, завершившего фактически десятилетие вялой конъюнктуры. За год фондовый индекс НИКЕ начался с 6900, 6900 к декабрю 1989 года достиг 38915. То есть индекс вырос в пять раз. Колоссально. Хорошо. Что дальше? Для оживления экономики нужны нормальное функционирование финансовой системы, накопление, кредитование, инвестирование. И активность в сделках с недвижимостью. Для этого нужны пять условий. Они и у нас нужны. Сильное политическое руководство, имеющее концепцию, философию, стратегию. Сильное политическое руководство есть. Про концепцию, философию и тем более стратегию – большой вопрос. Команда из пяти-шести – максимум из десяти человек. Максимум. Политиков, бизнесменов, госчиновников и ученых. Но с командой тут все грустно. Команда, если ее считать, она огромная. Состоит из кого угодно, кроме ученых. Но байкеры в нем есть. Кинорежиссеры в ней есть. Священники в ней есть. Политиков у нас вообще нет. Предприниматели есть, но им лучше не пятюкать. Их номер шестнадцатый. Про государственных чиновников горько плачем. Третье – демонстрация государственного видения. Демонстрация есть, с государственным видением не уверен. Но демонстрация у нас есть. Что оно есть. Но никто не рассказывает, какое оно. В отличие от японцев. Обеспечение надлежащих финансовых резервов. Резервы были потихоньку проедаем. Пятое – обеспечение мобилизации населения. Тут с этим плохо. Это означает по-японски сплочение чиновников и народа. Ну, Красногорский стрелок демонстрирует, как у нас чиновники сплачиваются с народом. Объединение людских, вещественных, денежных, информационных, ценностных ресурсов. Тут с этим все плохо. Если не считать желание государства объединить под собой все ресурсы, а вопрос, что из этого будет, население не сильно верит. И, наконец, создание настроя на инвестирование и на потребление. Чтобы вообще люди тратили. Я настроен. Я что зарабатываю, все инвестирую и потребляю. Потому что я знаю, что все равно ничего не останется. Накапливать бесполезно. По хрущевским облигациям знаю. По денежным реформам многочисленным знаю. По реформе Павлова знаю. Не собаки Павлова, а бывшего министра Павла. Вот это я точно знаю, что что купишь, ничего не останется. Оно обратится в ноль. Дешевле потребить. Но я не уверен, что я символизирую собой всю страну. Огромное количество тех, у кого что-то есть, это все просто вывозит. И мои друзья-бизнесмены искренне говорят, что они радуются моему оптимизму или кретинизму. Жизнь покажет на тему вложения всего в Россию без оставления запасных аэродромов за границу. То есть ваши друзья из Кремля считают, что так делать не надо? Мои друзья-бизнесмены. Я вас уверяю, что люди, которые работают в Кремле, ничем не отличаются от людей, которые не работают в Кремле. Они тоже думают о своем будущем. И очень часто это будущее связано с запасными аэродромами в разных местах планеты. Ладно. Накасоне команду сплотил. Там действительно были в честь и министр финансов, вице-премьер. Там был президент страховой компании «Намура» и директор исследовательского института «Намура», одноклассник Накасоне. Очень часто, на самом деле, люди работают с теми, с кем учились, особенно в Японии. Там был представитель правления банка «Сумитома». Там был президент строительного гиганта корпорации «Касима». За одного из руководителей этой компании вышла дочь Накасоне в Японии. Точно так же кумовство и родственные связи очень работают. И ничего. Там был президент «Сумитома Реал Эстейт» и председатель правления «Митсуи Реал Эстейт». Президент столеплавильного гиганта «Сини Тэцу». Там был глава Федерации экономических организаций «Кайдан Рен». Ну, если угодно, можно Бориса Титова было бы назвать его аналогом, несмотря на разницу в масштабе денег. Как японцы инициировали спрос на деньги? Они распродали под частную застройку участки государственной земли в районе Синдзюку. 2,3 гектара всего. Вот это называется точечное приложение административного ресурса. Под пилотный проект создали компанию. В ее управление вошли все те сильные ребята, о которых мы говорили. И в результате этих действий в 1986 году в Токио пошел земельный бум. В целом ряде районов стоимость земли подскочила на 40-50% по сравнению с предыдущим годом. А потом земля пошла в рост по всей стране по стоимости. И в общем, такие процессы у нас пошли в начале 2000-х годов. На фондовом рынке аналогичные процессы пошли по линии взаимодействия страховых компаний, банков и финансовых организаций. То есть пошел экономический бум. А под богом сидела администрация президента Рональда Рейгана. Одного из тех людей, тех двух голливудских звезд, который на всех стучал в годы маккартизма. Рейган давал на всех показания. В результате стал президентом. Добро редко приводит к тому, что вы получите чего-нибудь хорошее. А вот насчет стука, который распространяется быстрее, чем звук. В том числе и в Америке, далеко не только в наши сталинские времена, в России, в Советском Союзе вполне. Администрация Рейгана начала ломать президента Накасуны по политике низкому проценту не только для компаний и предпринимателей, но и для населения. Дешевые кредиты люди вложат деньги в землю и акции. В 1984 году был создан Американо-японский комитет по иене и доллару. Инициатором был Дэвид Рокфеллер. Когда он вспоминает сейчас Ротшильдов, то Ротшильдов на финансовых рынках уже не осталось. Я знал одного французского, он был, вообще говоря, уже химиком, профессором. Банк обанкроченный, недвижимость обложена в Европе гигантскими налогами. А вот у американцев крупный капитал, который в значительной мере спровоцирует разорение крупного капитала Европы, вполне себе остался. Я читал, что барон Ротшильд неплохо себя чувствует. Барон Ротшильд, они все бароны, они все неплохо себя чувствуют, но они разорены. Слушайте, я с 90-го года знаю Ротшильдов. Швейцарских, английских, французских достаточно. Я с ними встречался, говорил, знаю примерно их состояние. Фамилии очень известны, к ним все приходили за деньгами, включая местных налоговиков. Ну и результат. С 1985 года из-за хронического дефицита госбюджета Соединенные Штаты превращаются в страну-должника. И, кстати, этот статус у них до сих пор. Шатается доверие к доллару, как к стержневой валюте. Пытаясь решить проблему, Рейган заинтересовался Японией. Страна со значительным внешнеторговым и бюджетным профицитом. Кстати, вполне себе российская ситуация с нашей нефтянкой. Задача была втянуть японский финансовый капитал в международный оборот, вывезти за рамки России. Ой, как мы, Россия, втянуты, прошу прощения, их за рамки Японии. А мы так втянуты в международный оборот, что уже на Россию скоро не останется. Соответственно, для этого нужна была либерализация финансового фондового рынка и интернализация иены. То есть, компенсировать дефицит США в торговле с Японией притоком из Японии денег на американский фондовый рынок. Еще раз повторяю, зачем наши деньги лежат в таком объеме в американских ценных бумагах? А это позволяет очень здорово компенсировать профицит торговли и в свое время имевшийся у нас профицит бюджета. Как это? Деньги из страны высосать надо. Что тут непонятного? Не дай бог, если они в экономику этой же страны, которая их зарабатывает, будут вложены. Давайте вы их выкачать. Ничего не напоминает? 1985 год. Штаты, Британия, Германия, Франция, Япония заключают соглашение Plaza Accord. Резкое повышение курса валют к доллару. Курс иены вырастает в два раза. С 230 до 100 и менее иен за доллар. И профицит Японии в торговле с Соединенными Штатами уменьшился. Как сейчас американцы ломают Китай на тему курса китайской валюты? Да, просят немножечко усилить его. А зачем? Для того, чтобы Китаю было лучше? Нет, чтобы американцам было лучше. А в 1988 году премьером Японии становится Нобуру Такесита. Очень тесно связанная с мировой финансовой системой. 1988 год. На Токийской и Осахской фондовых биржах начинается торговля фьючерсами Некей и Топикс. И арбитражная торговля. Мы тут посмотрели, сколько денег ушло из российской экономики за последние два года. За последние два года более 200 миллиардов долларов. Я буду вряд ли ошибаться, если скажу, что таков порядок. Миллиарды, потом десятки миллиардов, потом сотни миллиардов в год за последние 25 лет. Деньги-то кончаются, то есть они все меньше и меньше будут уходить. Денег никогда у нас не кончится, мы все продаем. Я полагаю, что у нас из нашей экономики ушло не один триллион долларов. Больше двух или один с дробью я не считал. Это надо считать за все годы, да? Но мы тут стонем, как выпь на болоте по поводу того, что же нам делать. Это к вопросу о доверии экономическому руководству страны со стороны тех, у кого есть деньги. Это к вопросу о том, как наш чиновничий аппарат готовит себе в огромном количестве именно чиновничий аппарат запасные аэродромы за границей. Покупает дворцы, виллы, маленькие домики. Все в зависимости от наличия, кому чего. Итак, мы закончили до новостей тем, что фьючерсами начали торговать. Чем плохо, да? Должен хорошо ведь. Плохо тем, что в Нью-Йорке и Сингапуре есть ограничитель, который останавливает торговлю при возникновении слишком большой разницы в ценах. А в Японии ограничителя не было. Зря. В результате люди, которые умеют играть на биржах, Solomon Brothers, Merrill Lynch, вывели из японской экономики в Штаты за короткий период больше 400 миллиардов долларов. Надо понимать, что мы говорим все-таки о рубеже 80-х и 90-х. Это не сегодняшние 400 миллиардов долларов, да? Это вполне себе триллионы. Поговаривали о тесных связях премьер-министра Набуро-Нтакеситы и Solomon Brothers. А вот кто терпел убытки, так это малые, средние и крупные, даже крупнейшие японские фондовые компании. Ну, Мура, Нико, Ямаити, Дайва. Кроме того, у них не было общего видения ситуации на мировых рынках. Осознав это, Токеситу начали просить прекратить эту форму сделок. Но он отрабатывал американский заказ. И Тиро Адзава называл его предателем Родины. И, в общем, называл достаточно правильно. Мы когда вспоминаем 90-е, да и много чего из последующих времен. Ничего не изменилось. Из либерально-демократической партии Японии Адзава в конечном счете вышел. В 92-м году мы наблюдаем крах экономики мыльного пузыря. Затем долгие маневры, скандалы. А затем этот механизм ограничения был продавлен премьер-министром Хосакавой. Сначала для биржи Восаки, а потом и для Токийской. Японский мыльный пузырь держался на мифе. Что японский менеджмент лучше в мире. Видишь, что земля никогда не подешевеет, и цена акций не пойдет вниз. Ну, хорошо же, все растет. Мне кажется, у нас в 2007-м то же самое было. Мысли такие же были. А денег-то навалило сколько. И ты сидишь, кузо чешешь, и тебе хорошо. Перед тобой самовар, баранки, рафинад, блюдечко с тонко нарезанным лимончиком, посыпанным сахарной пудрой по методе императора Николая II, рюмка с кинейком, тебе хорошо. Чем это кончилось в Японии? Август 92-го года. Индекс Nikkei падает. До 14 309, то есть практически в 2,5 раза. И это конец мыльному пузырю. Теоретически стоимость акций должна была упасть до индекса 9000. По административному указанию Минфина Японии были наложены временные ограничения на продажу акций, а страховые компании по такой ласковой просьбе такого японского Минфина начали массово скупать акции, чтобы поддержать их стоимость. И курс стабилизировали на уровне 14 300. Япония не обрушилась, но она вошла в то, что называется потерянным десятилетием. Пузырь схлопнулся. Обанкротились порядка 10 тысяч заводов. Не полностью разорились, около миллиона предприятий. Было потеряно примерно на 10 триллионов долларов капитала. Ну, крах Советского Союза. Вполне себе. Мы его просто не заметили. У нас свои проблемы были. Это, понимаете, да, в 92-м году нам было сильно не для того, чтобы следить за тем, что происходит в японской экономике, как на нее влияют американцы. С 90-х годов заработали навязанные американцами меры по либерализации японской экономики, и которая у нас, кстати говоря, действует. В результате пошел переток японских денег в Соединенные Штаты, что сегодня мы наблюдаем относительно нас, а также относительно всех постсоветских республик, и пошел захват американцами наиболее интересных кусков экономики. Очень интересно было добраться до сбережений граждан. Их оценивали в 10 с лишним триллионов долларов. Идея была заставить работать на мировом финансовом рынке хотя бы 10%. И администрация Клинтона продолжила давление на Японию, навязывая политику сверхнизкого процента. То есть держишь деньги в банке, получаешь кукиш. Параллельно началась атака на японские компании. Пошел сброс страховой компании Тоха Саймэй, банка Хоккайдо Токусёку, Фудзи, Сакуры. Апогеем стал крах брокерского дома Ямаити Сэкян. И население поняло, что верить банкам нельзя, и другим сберегательным учреждениям нельзя. А у нас сейчас не идет сброс одного банка за другим с корабля современности? Есть такое ощущение, да. Понятно. Я не знаю, это на самом деле для того, чтобы оздоровить финансовую систему, или для других целей. Но это же отмывочные были какие-то конторы. Как нам говорят. Но у них такие долги, вы знаете. Как нам говорят. Еще раз, я вам любой отчет предоставлю. Японцы бережливые копить деньги любят, но они впервые столкнулись с нулевым процентом. И они начали снимать деньги со счетов, вкладывать их в акции предприятий, бумаги трастовых фондов и иностранную валюту, что стало разрешено по закону. Но у нас давно вкладывают в иностранную валюту, веря в доллар куда больше, чем в рубль. И это оправдывается. Или в евро. Кроме того, в газетах была развернута компания, которая жестко раскритиковала японскую традицию упорно трудиться и откладывать. Деньги в оборот. Началась атака на фондовый индекс и на отдельные предприятия. В 1977-1978 году. Наш дефолт. Дефолтушка наш. Кто у нас был премьер-министром? В каком году? В 1998-м. Кириенко. Сергей Владиленович. По-моему, да. Понятно. Ждем. Когда из японских страховых компаний, державших крупные пакеты акций ведущих японских предприятий, в массовом порядке распродали эти акции. Еще раз говорю, нам было не до того. У нас был дефолт. В результате, в этот момент, когда у нас был дефолт, у японцев иностранцы захватили по 30-40% акций таких компаний, как Sony, Coba Steel, Fuzzi, Mitsui. В общем, здесь есть длинный-длинный рынок крупнейших компаний Японии. Мораль. Вся наша экономическая, мягко говоря, чухня. Последних 25 лет. Ничем особым не отличается от всего того, что проходило в этот момент в том числе у такого консервативного игрока, как Япония. И это, на самом деле, фактор личности в истории. Потому что в огромной мере от того, кто руководит страной и как руководит страной, такие вещи и зависят. И за ту минуту, которая нам остается, поскольку после этой минуты мы поговорим все-таки о Ближнем Востоке, ребят. На сладкое стране. Вот сейчас в Южной Корее дикий скандал. Выяснилось, что президент спрашивал по всем, включая стратегические вещи, вроде судьбы свободной экономической зоны между Северной и Южной Кореей, гигантского проекта, безумно дорогого. Она была закрыта. У своей подружки, у гадалки. Ну а что делать? И страной руководила этой никем не избиравшаяся женщина, а заодно и ее муж. Плохо, что у нее не было образования у этой женщины. Никакого. Достойного, я бы сказал. А Распутин? Не помните такой был фактор? Я помню, куда это пришло. Когда Григорий Распутин, у которого не было никакого образования. Да? Да. Наш святой Николай II. Да, да, да. Вот командовал страной. Да, парадом. Безумно похоже. Продолжение следует...